Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Мы рассматриваем Житие Святых по Дмитрию Ростовскому, 12 томов, во свете Библии. Сейчас устав и биография Жития Пахомия Великого. Я впереди указываю, перед этим какой ролик идет, страница 51. Бывалый враг подходил со своими мрачными прелестями, злой дух сказал, что он Христос. В другой раз он явился ему в образе простого смертного. У них шла долгая беседа. То есть Пахомий был контактер. Он вызвал Паламона, учителя, но этот дух не явился больше. Страница 52. И этим ограничиваем извлечение и жизнеописание Пахомия, то ли праведного или что. Полагаю, что этого всего очень достаточно к познанию, в каком духе действовал он, и к чему направлял всех и словом, и ушеждениями своими. «Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия, православная вера будет попрана, архиереи, церкви Божьи и другие духовные лица отступят от чистоты православия». И это говорит Серафим Саровский. Почему они об этом ничего не говорят? «Архиереи отступят от чистоты православия. И зато Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил, не помилую их, «Ибо они учат учениям человеческим, языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня». Сказано, что врата Адова не одолеют церкви, но нигде не сказано, что в России сохранится церковь. Россия может окончательно потерять ее, «Епископ Афанасий, заключая, что через поклонение поколения, много через два, иссякнет наше православие. Если не изменять у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство, а, наконец, и совсем кончится, останется только имя христианское. А духа христианского не будет. Феофан Затворник, 1863 год. Когда же прощете уставы в этой редкой книге, то вы уже никогда не сможете поверить, что эти уставы составлены святыми под диктовку ангела и записаны на несуществующие в природе дощечки. Каким бы ни были самые тоталитарнейшие секты, они могут соотнести свои уставы с этими и найти, что лишь извечайно похожи друг на друга. И кто у кого списывал, тут уж догадываться не нужно. Кто раньше родился, тот и отец всем остальным насилием над личностью человека. Но любая секта тоталитарная обязательно укажет в своих уставах, что несравненно и более выгодно отличает их от уставов этих самых прославных монастырей и аф. В секте Умуна за один раз совершают по 10 тысяч свадеб, где сходятся молодые люди. Там они могут спать на кровати, здесь только сидя или полулежа. Там в уставах нет крепкого битья. А здесь на виду у всех висят плети. Там нет такой жуткой ненависти к женщине, как к лютому ищадью ада. Не берусь даже приводить написанное в этой книге, потому что никто не поверит, что это официально было в монастырях. Это все в этой книге, которая впереди. Книга, изданная по благословению патриархии. И толстенные монахи, это теперь все уже ревизировано, и толстенные монахи ратуют за пахомия. А они пахомиевые лапши еще и на дух не видели. Он бы из них вытряс эти пуды жира. Многое мне в уставах пахомия, Василия, Касьяна нравится. Молча обедать, знаками показать, и тебе поднесут нужное. Работать молча, ночью не разговаривать в келе, но не более того. Вопрос 2015. Какими качествами или какими канонами должен соответствовать канонизируемый святой в православии? Ответ. На примере Нестора летописца, героя Пушкинского в поэме Борис Годунов, легко увидеть это, что Нестор сделал, кого ко Христу привел. В чем вообще был смысл его жизни? Когда он ко Христу обратился? Где у него произошло духовное рождение? На эти вопросы ни один летописец не ответит. Но так как Нестор весьма возвышенно говорит о своих собратьях по подземелью, считает их основой и основанием по благоустройству на Руси иноческого жития, насажденного как в раю, в Святом Печерском монастыре, это кавычки я беру оттуда, то этим он уже обессмертвил себя в глазах этих властителей умов русского народа. Они задавали весь тон благоухание свое. Народ воспитывался не на Библии святой, которой ни у кого из богатых-то не было, на великорусском разговорном, для всех понятном языке, а на щитих-минеях, то есть на шитиях, которые написали сами же монахи. Это же было всегдашнее министерство пропаганды и просвещения. Они сравнивали себя только с ангелами и архангелами, почему-то только всегда в черном одеянии, хотя в Библии все ангелы являлись только в светлом и белом одеянии. А монастырь – это рай земной. Вот народ и мечтал туда попасть, там спасаться. Тут интересно еще, когда послы из Греции вернулись у князя Владимира, то они сказали, мы, а они других были там, где мусульмане, веры, были как в раю. И вот все теперь были как в раю. Так понравилось. Люди, которые ни одного слова по-гречески не понимали, а служба велась еще на древнегреческом. И они стояли, как на небе. Какое небо, они понимали, языческое небо. У мусульман там, понятно, гурии будут услаждать, 40 на одну ночь. Ну, вообще-то здорово, по их мнениям-то. И они не утрудятся, не заболеют, и лежат в сады, яблоки висят. И они были как на небе. Они видели пышность, как выходит одетый архиерей, как звенят кадила, какой дым, что-то им дали поесть, как на небе. На языческом небе были-то и приняли это языческое представление о вере. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл их утаить от Господа. Которые делают дела свои в амараке и говорят, кто увидит нас? И кто узнает нас? Это вот академисты. Это вот все, которые пишут жития. Они так запутают все, только уж хорошо знающие Библию легко может их обнаружить. скрыться в глубину. Я им сказал, вы семинарии Академии оканчиваете только для одной цели, чтобы уметь оправдать любое беззаконие в церкви и в государстве. Это они умеют. Ну, тоже, да не знающие Библию. Первое корнистово 4.5. Посему не судите никак в прежнее время? Никак. Повторяю, никак. Пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Не сегодня, нет, но тогда. То есть никак означает, ни в ад не отправляйте, Емельку Пугачева, Сеньку Разина, ни во святые никого не канонизируйте. Яков 4.12. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Нестор Летописис, 27 октября. Он написал нам о начале и первом устроении нашего русского мира. Не только внешнего, но и особенно внутреннего, духовного. То есть об основании благоустройства на Руси иноческого жития, насажденного как в раю, в Святом Печерском монастыре, а равно о духовном родоначальнике нашим преподобном Антонии и о других, последовавших ему и порожденных его духом Печерских святых. Видите, точки стоят, то есть я пропуски делаю. Блаженный отец наш Нестор и сам умер для мира не только мирскими делами, что он сделал еще раньше, не пребывая в Искусе, но и мирским образом приняв святой ангельский образ Инока от преподобного Стефана, игумена Печерского. Потом им же был он возведен и в Сан-Дьякона. Вопрос 2016. Те, кого привыкли считать за святого, допускали ли они умышленную ложь, когда они уже были верующими? Ответ. Создается такое впечатление, когда считают жития, или те, кто писал эти жития, или в действительности тогда, как и сейчас у старобрядцев и коммунистов, допускается ложь конь во спасение, потому что монашествующие запросто идут на ложь. Иоанн 8,44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца, от начала не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Второзаконие 25,16. Ибо мерзок пред Господом, Богом твоим всякий, делающий неправду. Исайя 58,6. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо. 1 Иоанна 5,17. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. 2 Тимофея 2,19. Но твердо основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих. Это печать на этом. И да отступит от неправды всякий исповедующее имя Господне. Да отступит от неправды всякий. А в житиях они сплошь и рядом обманывают, лгут, умышленно, даже это еще его умно обманул. Выходит, что кто не исповедует Господа, а живет, играя в монашество, ему вроде бы можно не отступать от неправды. Беда в том, что написав о двусимости лжи в житиях, поставили подобное в пример подражание, ибо тут же в житиях не осудили сей смертельный дьявольский грех, и народ лжет. Зараза пошла метастазами на века, на народы. Особенно писатель житей прямо-таки восхищается умной ложью, если она была использована для ухода вынощества. Тут восторги, тут дифирамбы лжецу, что ложь такая добрая, такая лучезарная, ведь она же ради монашества, а подобная цель оправдывает все средства. Но ведь ложь-то дьявольское орудие. Вот тут и орден иезуитов имеет свое обоснование. И чем тогда лучше православие, осуждаемое во имя католицизма? Бревна торчат во всех щелях, и в глазах у самих канонизаторов лжи. Савва Сербский, 12 января. Немного времени спустя было явление святого Савва, одному из учеников его. Святой Савва объявил, что с того времени, как Господь взял его от мира земного, ему не надлежит жить во гробе, а лежать в церкви на видение всем. Тогда вновь вынули мощь его из земли и положили в деревянном ковчеге и поставили посреди великой церкви. Видение было. Через несколько дней пребывания в гостях у своих родителей, Ростков просится у них на охоту в одну неблизкую дикую местность, богатую всякого рода добычей. Родители охотно дают свое согласие. Получив родительское благословение, Ростков в сопровождении своих верных людей отправляется в путь. Но не для звериной ловли в пустыню, а на святую Афонскую гору, для подвигов, ради душевного спасения. И родителей обманул, ничего не значит. И уже никакого значения не придают прямым словам Творца о прахе всякого человека, где ему надлежит быть после смерти. Бытие 3.19. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Да коли не возвратишься в землю, в землю, не в материю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Посему подобное явление из потустороннего мира нельзя рассматривать иначе как явление духа лжи, противящиеся воле Создателя. Иулиания, 21 декабря. Когда Иулиания начала приходить в возраст и свести красотою, и в то же время проявлять ум и добронравие, а один из царских становников по имени Илевсий, предупреждая других женихов, заранее обручился с нею. Совершение же брака было отложено до совершеннолетия. Итак, при нерадении матери блаженная Иулиания легко могла скрыть от отца свою веру во Христа и упражняться в молитве и чтении Божественных Писаний. Исполненная в сердце своем любви к Богу и утвержденная в благочестии, она помышляла, как бы ей отказаться от того, с кем она была обручена, и избегнуть брака с нечестивым, девство свое соблюсти нерушимым, а ты дала поклонника и тело сохранить чистым от слуги Бесовского. Посему, когда стало приближаться время брака, Иулианя послала к своему жениху Илевсию сказать, не готовься напрасно к браку, да будет тебе известно, что я не соглашусь идти за тебя замуж, если ты не сделаешься епархом страны этой, то есть губернатором. Ну вообще, условия-то какое ставят? Так поступила святая в уверенности, что Илевсею невозможно достигнуть этого сана, и таким образом думала избегнуть брака с ним. Но Илевсий, плененый любовью к ней, начал тщательно домогать со сана епарха, то посредством усиленных просьб, то посредством богатых даров, то через сильных ходатайев, умоляя царя подчтить его тем саном. И по прошествии многого времени, истратив многое имение, он, хотя и с трудом, при помощи беса, хотя беса-то никто и не видел, достигнул желаемого. Ибо дьявол, желая помешать доброму намерению святой деву, помог ей илевсию. Это я говорю про себя, вот я цитирую Библию, наизусть они, а это ему сатана дает знания Библии. Я стал цитировать правила канонов, я их вселенских соборов, на память, как говорят, знал. Это ему сатана дает знать закон. А когда увидели, что я цитирую жития святых, 1173 жития, сатана ему дает знать жития. Но они не ожидали, что я буду цитировать на память еще и святых отцов. Тут они вообще сказали, так у него там целый легион помогает ему. Но то, что я под 10 часов в день за Библию, они этого не видели. Но сказали слова, то и ушло куда. сделавшись епархом, он точно послал к своей невесте сказать, радуйся, Юлиания, что имеешь меня женихом у достойного славы. Я епарх, губернатор. Итак, готовься к браку. Юлиания, видя, что посредством вымышленного предлога она не избегла сетей и лепсия, явно открыла то, что долго скрывала в сердце своем. И через посланных отвечала ему так, хорошо, что ты удостоен и паршества, но если не поклонишься Богу моему и не будешь служить Господу Иисусу Христу, Которому я служу, то ищи для себя, себе для брака другую. Ты мне не угоден, ибо я не желаю иметь мужем того, кто не исповедует единую со мной веру. То есть она изменила своему слову. только она же бисердевства, трясутся над бисером девства, но она солгала. Человек силы какие потратил. Ну, какие его теперь мысли, услышав это, или все удивился, переменив своей невесте-то и сильно разгневался. Призвав отца ее, африкана, он стал спрашивать его, почему дочь твоя от богов наших отказывается и мною гнушается? Какой парень-то здоровый-то? Сначала с отцом поговорил Афанасий Афонский, 5 июля. Найдя здесь некого старца в безмолвии жительству еще вне обители, он просил последнего принять его, а дабы не быть опознанным по имени, он переименовал себя из Афанасия в Варнаву, а между тем старец расспрашивал его, говоря, кто ты, брат, откуда и по какой причине пришел сюда? Я был корабельщик, отвечал Афанасий, и попавший в беду дал обещание Богу отвергнуться мира и сокрушаться о грехах моих. По этой причине я облегся во святой иночийский образ и, наставляемый Богом, пришел сюда к твоей святости, желая пребывать с тобой и получать от тебя руководство на пути спасения. Имя же мое Варнава. Поверившую рассказу Афанасия, старец принял его, и остальное время Варнава проживал со старцем, во всем повинуясь ему как отцу. По прошествии уже некоторого времени он сказал старцу «Отче, начни обучать меня грамоте, чтобы я мог хотя немного уметь читать псалтырь. Когда я жил в миру, я ничего другого не знал, кроме плавания на корабле». Это все он составил биографию. Это был друг царя. Это лучший ритор был. Он на память снял всех философов. И где что выступать, считать его везде, как там спикеры выставляли-то. Но царь его ищет, он решил скрыться. И он уже все предвидел. Думает, царь будет искать, собирать вместе, и когда будут что-то считать, его определят. Блаженный Афанасий затем притворялся неграмотным, чтобы не быть узнанным и опознанным теми, кто стал бы его искать. Он даже не знает, что будут искать, какой умный-то был. Тогда старец написал для него азбуку и учил его, как никогда не учившегося простеца. Варнава между тем притворялся, будто не может понять и уразуметь азбуки. Так он поступал в течение долгого времени, а старец печалился за него, а иногда, разобидевшись с гневом, прогонял его от себя. Названный же Варнава смиренно говорил, «Отче, не отгоняй меня неразумного и дурного, но, Бога ради, потерпи, помоги мне твоими молитвами, да подаст мне Господь разумение». То есть заставлял даже молиться о ложном. Его все равно узнали. Ефимий Новый 15 октября в то время был славен своими подвигами преподобный Ионики Великий. Однажды к всему великому подвижнику собралась большая толпа, жаждущая слышать от него слово назидания. Среди всей толпы затерявший с ней стоял юный Никита. Прозрел богоносный отец Ионики горящее желание Никиты иноческой жизни, его будущую славу и преуспеяние в добродетели и пожелал явить перед всеми скрывавшуюся в нем до того времени добродетель. Вот интересно, Ионики ничего не знает. Я когда спрашиваю, ну хоть примерно-то знаете, житье нет. У него интересные есть моменты. Одно время что-то собаки стали выйти в окрестностях, в окрестностях. Хозяинам сказать бы, они запретили. Нет, это бесы. Он сразу определил, что бесы. Что он взял в руки? Колотушку или автомат. Пошел и всех собак в окрестностях поколотил. Побил всех. Как он разговаривал с Иннокеней одной, ее дочь стоит, и он говорил, что она будет настоятельницей. Кто это такой, что в образе мирском так смело обходится с другими? Притворно спросил Ионики, собравшись к нему инокам. Не знаем, ответили ему они. Этот юноша дурной человек, он человек и убийца, воскликнул с притворным гневом Ионики. Возьмите его и свяжите. С удивлением смотрели Ионики на юношу и на перерыв спрашивали, подлинно ли он убийца-то. А юноша, еще прежде иночество, стяжавший послушание и смирение, во всеуслышание объявлял себя действительным убийцей, достойным тяжкого наказания и готов был с охотой принять возлагаемые на него узы. Оставьте, остановил Иннок австарец, я обвинил его перед вами как убийцу только для испытания. Если и в юности и в мире еще не испытав нашего жития, он ради послушания признал себя виновным в таком преступлении, то каковых добродетелей он не совершит, когда сделается иноком. Выслушав сие, смиренный Никита ушел от святого Ионики. Он понял, что если он останется вблизи Ионики среди его иноков, то не избежит той славы, которую он так ненавидел еще в детстве своем и спасаясь от которой бежал из родного своего селения. Другой старец Иоанн, живший далеко от Ионики, с радостью принял пришедшему к нему Никиту и, преподав ему уроки о подвигах инощеского жития, вскоре же облег его в ангельский образ, назвав его при пострижении Ефимием. Пробыв у Иоанна довольно продолжительное время и, научившись от него скидскому безмолвию и подвижничеству, Ефимий по приказанию своего учителя ушел в Кеновию. Помыслы обоставленных им супруги, родственников, богатств уже не раз волновали его душу, но, неся сие послушания, Ефимий мог утешать себя словами спасителя. Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Кто рубит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Матфея 19, 29. Это так уже положено было. Вопрос 2017. Неужели никто не мог додуматься, что надо искать руководство в Слове Божьем, что не в землю зарываться нужно, а идти по земле и проповедовать другим благую весть? То есть вопрос как бы один и тот же в разных вариациях мне задают. Ответ. Создается такое впечатление, что Святую Библию как бы тщательно прятали, изничтожали, чтобы путь истины хранился только у посвященных. А они на полном серьезе верили, что главное это инощество, это удаление от мира, сохранение девства и как можно дальше и дальше бежать от мира. Какой антихрист, какой враг из самых злейших врагов Христа мог так исказить совершенно ясное повеление Христа идти в мир сей от слова истины. Сей доброе всеми всегда. Марк 16,15 И сказал им идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Иоанн 17,15 Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Где? В мире. В мире. Ссылается на Антония. А дальше уже само это передавалось. Учились друг от друга. Иоанн 15,27 А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. А раз эти не свидетельствовали, они с Богом с Христом никогда и не были. Вот из этого стиха Деяния 1,8 Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелем Иерусалима и по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Само сербский 12 января. Отехщенное пиршество продолжительным бдением стражи, этих которых его отец царь в Сербии. И он дал стражников, которые его охраняли, чтобы его где не постригли. А их хорошо напоили во время чтения Кафизм. Кафизм это псалтырь, там долго читает-то. А они заснули на своих местах в своих свидалищах. А не около него, все время сидели. Расько, воспользуясь этим обстоятельством, приказал одному из своих слуг надеть его одежды и стоять на его месте до конца богослужения. Сам же пошел в святой алтарь, произвез там иноческие обеты и переодетый и вышел неузнанный из храма. Вместе с одним старцем иноком он зашел в пирк или башню и заключился там. Это надо было обдумать так, вместо себя другого поставить. А он сзади-то смотрит эти телохранители-то и не могут его признать, что он или не он. Не теряя времени, он принял там иноческое пострижение с именем Саввы и облегся в иноческие одежды. Босыми ногами в простой одежде он ходил по всему Афону, взбирался на самые крутые высокие скалы, ходил по пропастям и стремнинам, отыскивая уединенных подвижников, ютившихся подобно птицам, на едва доступных человеку утесах гор. Первое время по своему пострижению. Новый царственный инок Симеон провел в монастыре Студеницком, навыкая иноческому правилу, исполняя первые иноческие послушания. Многие из вельмож, соревнуя благочестие своего государя, не захотели оставаться в мире, приняли пострижение, решили сопутствовать на новом пути своему бывшему государю. Когда Симеон решил отправиться на Афон, они последовали за ним. Да если бы он пошел на проповедь, они так любили князья. Представьте, сколько было бы проповедников этих родстоков, сколько пашковых было бы. Вопрос 2018. Русские монахи не сами же придумали устав послушания и все, чем прославлены были монастыли. Есть же какая-то общая схема их жизнедеятельности. Ответ. На примере Николы Святоши увидим всю структуру спасения, механизм уверования, в кавычках. Тут Библия вовсе не требуется. Достаточно нести послушание. И какое это послушание? Какие? Самое обыденное. Что миллионы людей делают всю жизнь из поколения в поколение. А здесь таким восторгом описывается и дрова, и как чашки мыть, подавать. Это в чистом виде детская игра в монастыри. Исайя 28,13. И стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь. Заповедь на заповедь. Правило на правило. Правило на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Это прямо о монашестве. Это же игра, подобно игре в казаки. Святая Библия им совершенно не нужна. Придумали невероятно сложный ритуал. Этим жили, прославляя себя и на одних видениях, предсказаниях, снах, шли столетия в тысячелетия. Какой-то сириец выглядит в этом житии своего господина более живым, более умным и более рассудительным. На приводимых примерах из житей, можно не совсем к месту и не по вопросу конкретно взятых, все же можем понять, что же было в монастырях там за завесой глубочайшей мистики, таинственности. И всегда нужно помнить, что житописатель, как строжайший цензор, сто крат вымерил, что же можно дать для всеобщего обозрения. А за ним еще десятки цензоров смотрели, до чего и были комитеты при Синоде. Так что нужно быть чрезвычайно внимательным, чтобы из приводимых, даже не самых ярких крупиц, представить хотя бы от счастья сложную структуру тех учреждений, в которых подвязались не худшие представители святой в кавычке Руси, Никола Святош 14 октября. Посему он подобно тому, как некогда индийский царевич Асав оставил славу и богатство, почесть и власть своего временного земного княжения ради вечного небесного царствия. И пришед в Печерский монастырь и облегся во святой иноческий чин. Выночность и блаженный Никола так просиял святостью своей жизни, что все, видя добрые дела, его усердно прославляли за него Господа. И прежде всего преуспевал он в послушании. Сначала святой Никола работал на братью поварни. Здесь он своими руками рубил дрова и смиренно носил их с берега на своих плечах, неленостно исполняя все остальное, что было необходимо для приготовления пищи. Он уже много потрудился, когда узнали о его подвигах братья его Изяслав и Владимир. Они стали удерживать его от такой работы. Но этот истинный послушник выпросил у них со слезами, чтобы они позволили ему еще один год в поварнии поработать для братьев. И вот он здесь с полным старанием и усердием прослужил братьям в течение целых трех лет. После всего он как человек испытанный, ко всему способный был приставлен стеречь монастырские ворота. И в этом послушании никуда кроме церкви не отходя он также пробыл три года. Оттуда он был приставлен прислуживать прибратской трапезе. И это послушание он проходил с усердием и таким старанием, что пользовался расположением всей братьи. Пройдя таким образом благочинно все эти степени послушания, он по разрешению Югумена и всей братьи принял измолвие, дабы в тишине заботиться о своем спасении. Исполняя эти послушания, он своими руками устроил при келе сад и в продолжении всех лет иночных и жизни его никогда не видали без дела. Он всегда имел в руках своих какую-нибудь работу, а на устах непрерывно сию молитву Иисусу Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя. То есть он соглашенных так и не мог выйти. Нигде не видим ни благодарения ни словословия. Он никогда ничего не вкушал, кроме общей монастырской пищи на трапезе. И то в небольшом количестве. Если ему против его желания как князю приходилось получать что-либо от близких ему, тогда он все это немедленно раздавал на нужды странников, нищих и настроение церковное. Так что на средства его в церковь приобретено было много книг. А тот блаженный князь еще во время владения своим княжеством имел Петр сирийцародом, который пришел с ним и в монастырь. Врач этот, видя добровольную нищету своего господина, оставил его и проживал в Киеве, врачуя там многих. Впрочем, он неоднократно приходил к блаженному и, видя его в великих лишениях и безмерзном посте, служащим в кухне и стражем у ворот монастырских, так увещевал оставить сей образ жизни. Князь, тебе следует позаботиться о своем здоровье, дабы тебе непомерным трудом и воздержанием не ослабить совсем своей плоти, ибо если ты изнеможешь, для тебя станет неудобно симым иго, которое ты Христа ради пожелал взять на себя. Ведь Бог не ищет поста или подвига выше сил, но только чистого и смиренного сердца. Ты работаешь на иноков, как купленный раб. Итак, если ты не послушаешь моего совета, то преждевременно умрешь. Подобные слова врач Петр, научаемый братьями святого Никола, часто говорил ему, когда сидел с ним то в поварнии, то при воротах, тот отвечал брат Петр, часто думая о спасении души своей, я решил, что не должно щадить плоти, дабы она не вступала в борьбу с духом и не возбуждала в душе моей брани. Утомляемая же подвигом воздержания, она смиряется, но не изнемогает. А если бы изнемогала, тогда ведь апостол сказал, сила моя в немощи совершается. 2 Коринфян 2,5 И нынешнее временное страдание ничего не стоит, страдание с той славой, которая откроется в нас. Риммон 8,12 Он эти слова или говорил из Писания, или это Дмитрий Ростовский все подыграл. Бог желает смиренного и чистого сердца, но его не может быть без поста и подвига, потому что пост матерь целомудрия и чистоты. Еще сказано, Он смирил сердце их работами. Псалом 106,12 Я благодарю Бога за то, что Он освободил меня от мирских забот и садил меня рабом для своих рабов. Да, да, быстро. Женя, говори быстро, мне некогда. Никакого вопроса, позвони через час, если я буду свободен. Ведь я, будущий князем, под видом работы для них, работы для царя царей. Если всего не делал раньше меня ни один из русских князей, то я, последуя царю небесному, положу начало. Может быть, сего времени кто-нибудь и станет подражать мне, последуя моему примеру. А впереди Он говорил, что благодарю Бога за то, что Он освободил меня от мирских забот и садил меня рабом до своих рабов, сих блаженных чернорисцев. Ведь я, будущий князем, под видом работы для них, работаю и для царя царей. Наконец, вместе с научающими тебя советую заботиться более о себе самом. Многократно происходило так же и следующее. Когда этот блаженный князь, утомившись в подвиге, послушания, впадал в болезнь, тогда врач Петр, узнав об этом, немедленно приготовлял ему лекарства, нужные при той или другой болезни. Но князь всегда до прибытия врача с лекарством, Божьей помощью делал со здоровым и никогда не позволял лечить себя. Николе было предсказано умереть вскоре. Врач Петр Сиреев согласился вместо него уйти из жизни. Блаженный сказал ему, пусть будет так, как ты желаешь, если так угодно Господу. Итак, помолимся ему оба, но только в выноченском чине. Тогда по совету блаженного врач постригся в выноченский чин и пробыл в течение трех месяцев на молитве, беспрестанно день и ночь, проливая слезы. По смерти врача блаженный князь Никола Святоша подвязался еще тридцать лет, не выходя из монастыря и достигнув согласно просьбищу совершенства в святой жизни. Представился вечную жизнь к святейшему всех святых царю и смирение Иисусу. Особенно плакали братья блаженные Изяслав и Владимир. Изяслав обратился к игумену монастыря с просьбой, чтобы он отдал ему на благословение утешения, крест умершего, подушку и скамью, на которой он совершал коленопреклонение. Заболел брат Николы. Послали в Печерский монастырь и взяли там в сосуде воды, которые перед тем обмыли гроб преподобного Феодосия. Вода, омытая с гроба. С тех пор Изяслав всегда надевал на себя эту власеницу, когда заболевал и немедленно становился здоровым. Кроме того, он всегда имел на себе эту власеницу, когда шел на войну и таким образом он оставался невредимым. Шел и убивал, а его не могут убить. Один раз согрешив, он не решился надеть ее на себя и в тот раз был убит на войне. Однако он еще заранее приказал похоронить себя в ней. Святослав Святоша, названный так за свое благочестие, при крещении был назван Панкратием, а выночестве Николаем Серафим Саровский 2 января. Слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь.